Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы снова с нами на сайте Садовый Мир. После просмотра наших видеороликов с рецептами вы просите еще давать какие-нибудь рецепты. И вот сейчас у нас мы сняли видеоролик про рецепт заготовки из свеклы. Посмотрите, если кому интересно. А сейчас у нас будет рецепт с использованием чеснока. Дорогие друзья, очень часто говорят, что чеснок хранится плохо. И иногда, вот сейчас пришел комментарий к нам на сайт, начал прорастать чеснок, представляете? То есть, скорее всего, его очень поздно выкопали или, может быть, его хранили при влажных условиях. И вот видите, вот начал чеснок прорастать. Естественно, такой чеснок долго лежать не будет, даже в холодильнике. Вот если у него начались ростовые процессы, то это уже как бы не остановишь. Что можно сделать из этого чеснока? Ну, во-первых, его можно заморозить. Вот это очень хороший способ. Все полезные вещества сохраняются. Вы чистите большое количество чеснока, сколько у вас есть, да? Сидите где-то перед телевизором, чтобы не скучно было. Очищаете все дольки. Можно их даже порезать заранее, да? Чтобы они у вас были резаны. В пакетик перекладывайте и убирайте в морозильник. И потом просто небольшие кусочки ножиком буквально отрезаете и кладете в любые блюда. Вот так вы гарантированно сохраните свой чеснок. Еще можно способы какие порекомендовать. В соли тоже хранят чеснок. То есть, опять же, нужно очистить вот эти дольки, пересыпать густо, пересыпать солью в баночку какую-то с хорошо притертой крышкой, и там тоже будет храниться чеснок. Маслом растительным заливают. Я пробовала этот способ, не очень мне понравился, потому что вот сначала и масло получается вкусное, и чеснок оттуда можно достать и порезать. Но вот потом хранится он не очень долго. Он такой получается, знаете, вот желтый и как бы стеклянный, прозрачный становится. Такой способ мне вот не очень понравился. А заморозит чудесно. Итак, дорогие друзья, что нам понадобится? Вы уже видите в кадре у меня сало лежит. Вот заранее нарезала я чеснок. Можно мелко его, можно покрупнее, как вам нравится. Ну и естественный соль. Все, наверное, сало сами солили дома. Но вот у меня есть один способ, который мне, знаете, чем нравится. Долго это сало хранится. И даже если вы небольшие любители этого продукта, оно вас никогда не заветрит. Сейчас вы все поймете. Вот нам привезли сало из деревни. Естественно, продукт замечательный, пропасть он не должен. Вот, и мы его сейчас посолим. Как я сейчас поступлю. Я это сало нарежу кусочками, положу его вот в такую вот баночку и залью рассолом. Вот этот способ очень простой. Сало не вбирает в себя, как вы знаете, много соли, поэтому, в общем-то, пересолить его и нельзя. Но вот в этом рецепте, опять же, очень хорошо дозирована эта соль. То есть вот начинающие хозяюшки не знают, сколько этой соли класть при сухом способе засолки. А вот здесь вот все очень точно. Смотрите, вот это примерно 2 трети стакана. На 2 третих стакана холодной кипяченой воды. Мы берем столовую ложку соли с горкой. Смотрите, с большой горкой соли я беру вот эту вот соль. Чуть-чуть просыпалась, я еще чуть-чуть добавлю. Вот, и хорошенечко мы должны это все размешать. Надо было, собственно говоря, заранее эту соль поставить, чтобы она очень хорошо там разошлась. Но я вот в кадре перед вами специально делаю, чтобы вы видели, что соль у меня с большой-большой горкой. Вот так вот мы размешиваем. Потом еще помешаем. Почему я так порезала вот сало, такими кусочками? Оно очень хорошо при такой нарезке убирается в баночку, плотненько туда набивается, и, по сути дела, у нас место не пропадает. А дальше вы потом это сало берете и уже вот к столу, скажем, вот такими кусочками маленькими, вот такими маленькими кусочками нарезаете. Если вам так не нравится, вы хотите как-то более празднично его подать и красивыми кусочками нарезать, то, пожалуйста, вот берете кастрюльку, да, и туда хоть целый шматок этого сала положите и залейте опять же этим рассолом. Потом уже будете резать, как вам понравится. Вот, значит, мы укладываем это сало вот такими кусками. Давно я очень этот рецепт делаю, всем нравится. Есть еще точно такой же способ, когда заливают горячей водой. То есть вот рассол у нас не холодный, а горячий. Мне так не очень нравится, потому что уж очень нежное сало такое получается. Вот. Я люблю, когда оно все-таки такое поплотнее. Ну вот, мы вот так вот как-то положили. Вот этот краешек еще. Тоже положим сюда. Вот видите, в такую баночку достаточно большой кусок был, да? Вот такую баночку у нас вместилось достаточно много. Ой, дорогие друзья! Вот, хозяюшки дорогие, это для тех, кто тоже такой забывчивый, как я. Естественно, естественно, надо это пересыпать все чесноком. Чеснока я взяла много. Мне нравится, когда сало получается такое ароматное. И вот, что я хочу сказать в защиту вот этого рецепта, что если вы будете вот так именно сало чесноком пересыпать, не внутрь туда его забивать. Вот есть рецепты, в которых прямо сказано, что сало надо нашпиговать, нашпиговать вот этим чесноком, да? И оно иногда попадается в рот. И потом, извините, не очень хорошо, когда вы куда-то идете после того, как вы поели свое с чесночком вот это вот сало. А здесь оно остается все в рассоле. Чеснок остается весь в рассоле. И он у вас внутрь не попадает. И я вас уверяю, уже совершенно не будет такого эффекта, как будто вы ели чеснок. Запах есть от самого сала. А вот от вас пахнется уже, будет намного-намного меньше. А может быть, совсем этого запаха не будет. Ну так, будем считать, что у нас соль эта растворилась. Сейчас, еще раз повторю, на 3 четвертых, на 3 четверти стакана, или даже на 2 третьих, вот так. Ну, то есть, вы там посмотрите уже, 2 трети стакана, вот так, наверное, лучше. Вы заливаете вот этим рассолом. Я положила большую ложку с горкой. Еще помешаем, чтобы вся соль у нас туда перешла. И вот вы сейчас посмотрите, что вот эта баночка, она как раз полностью этим рассолом и покроется. Вот почему 2 третьих стакана. Понимаете, больше не нужно воды. Больше не нужно. Вот, сейчас он везде пройдет. Вот там пузырь у нас образовался. Мы его сейчас вот так ножичком, чтобы вот этих пузырьков у нас там не было, чтобы везде у нас был рассол. Вот. Что еще можно туда положить? Перчика, да, кто хочет. Можно любые специи туда класть. Кто-то лавровый лист туда кладет. Я сразу говорю, что большого количества ловушки не надо. Даже меньше одного листочка вот сюда. Какими-то кусочками вы разломите его на 2-3 кусочка и туда положите. Целый листок не кладите, будет горчить. Кто любит лаврушку. Вот видите, посмотрите, у нас все как раз и получилось. Залилось это сало у нас вот этим рассолом. Если у вас большее количество продукта, да, вы хотите сразу много посолить, как вы должны сделать? Вы 2 раза по норме сделайте, 2 раза отмерьте и также зальете в любой кастрюле, какой вам нужно. То есть, если, например, кастрюли, здесь же объем больше, да, вы положите, скажем, вот свой кусочек большой вот такой, а воды-то у вас понадобится больше. То есть, вы 2 раза вот так вот отмерьте и зальете. Ну вот, все, теперь у нас все пузырики оттуда вышли. И теперь, дорогие друзья, вы закрываете крышечкой и ставьте это в холодильник. Готово будет завтра. То есть, уже можно картошечке подать вот такое замечательное, нежное сало. Я вас уверяю, такой рецепт вам очень понравится. Попробуйте и посмотрите. Вот здесь вот практически целая головка чеснока. Так что, если у вас чеснок или прорастает, или плохо хранится, вспомните о таком замечательном рецепте, как вот посолить домашнее сало.